Итак, первая печать разоблачает первого всадника. Это дух лжерелигии, сам сатана, который рядится в одежды света. В своей книге «Маркс и сатана» Ричард Вурмбрандт пишет о лжерелигии. «В моё время марксистские режимы управляют третью человечество. Однако не все знают, что создатели и действующие лица этого движения за закрытыми дверями являются практикующими поклонниками дьявола, сознательно эксплуатирующими сатанинские силы. Ленин, Сталин, Маркс, Энгельс, Ницше, Дарвин не были атеистами. Они верили в Бога, но боролись со Христом, в существовании которого не сомневались. Они желали занять его место в правлении всем миром. Газета Красной Латвии «Победа коммунизма» за апрель 1974 года сообщает о том, что в школах были созданы атеистические кружки, в которых младших учеников называли маленькими дьяволятами, а учеников постарше — слугами дьявола. В другой школе старшеклассники носили имя «Верные дети дьявола». Таким образом, поклонение Богу запрещалось, а поклонение дьяволу поощрялось среди детей и подростков. Именно поклонение сатане было скрытой целью коммунистов, пришедших ко власти. До этого человек считался венцом творения. В школах изучали Библию и молились Богу во имя Иисуса Христа. Но сатанисты внедрили ложную религию коммунизма, детально разработанное учение и систему образования, чтобы украсть у человека веру в Бога и лишить его человеческого достоинства. Они взяли копию из церкви и исказили Библию, создали культ, где каждый школьный класс стал церковной кафедрой, а учителя — проповедниками веры в эволюцию и атеизм. Десятина, предназначенная Богу, перечислялась на партийный взнос. Домашние собрания церкви стали ячейками партии. Стоящие у власти люди не были атеистами, хотя навязывали атеизм обществу. Они были сатанистами и находились под властью первого всадника апокалипсиса — лжерелигии. В СССР было 20 институтов парапсихологии, которые изучали и использовали парапсихологию в качестве нового оружия для подавления души человеческой. В книге Шейлы Астрандер и Линшредер «Психические открытия за железным занавесом» описано, как коммунисты Восточной Европы обогнали Запад в исследовании сатанинских бесовских сил. Их целью было истреблять христианство и наполнять мир демонами. Они исполняли ведение и волю дьявола. Поэтому все, кто подвергались пропаганде этой ложной религии коммунизма и марксизма, повторяют как мантру, что Библию переписывали, христианские церкви — это секты, а Христа и вовсе не было. Ленин, одержимый демоном ложной религии, писал русскому писателю Максиму Горькому «Миллионы грехов, пакостей, насилия и зараз физических гораздо менее опасны, чем тонкая духовная идея Боженьки». Поэтому Христос, обращаясь к пергамской церкви в книге «Апокалипсис», говорит пастору, «Ты живешь там, где престол сатаны. Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни». Этот пергамский алтарь, престол сатаны, где истребляли первых христиан, был привезен в столицу нацистской Германии во время правления Гитлера. Алтарь сатаны почитали не только нацисты, но и коммунисты. Культовое сооружение «Мавзолей» был построен по макету престола сатаны. Алексей Толстой вспоминает о разложении духовного состояния людей перед революцией и перед двумя мировыми войнами. Люди отвергли Бога. Это было время, когда любовь и доброта считались слабостью, девственность – позором, верность в браке – плохим тоном, стремление к разврату – хорошим вкусом. Неврастения – признаком тонкого ума. Как итог, на Землю обрушились две мировые войны. Есть много идеологий всяких, всяких теорий создают. Но, вы знаете, оно не приводит людей и даже государства к лучшему. Оно приводит их к худшему. Ну, например, если брать те страны, которые приняли гуманизм, например, не христианство, а гуманизм. К чему это приводило? К революциям, к террору. Даже это в Европе, во Франции было, например. В Германии, например. К чему это привело? Это привело к фашизму, к нацизму. У нас тоже люди сказали, Бога не надо. Давайте обезьяну, гуманизм, человек высшее. И к чему это привело? ГУЛАГи, лагеря, миллионы пропавших, погибших, голодоморы и так далее, и так далее. К чему привел этот гуманизм, когда пытаются церковь заменить и заменить Бога? Гражданские войны, отечественные войны, мировые войны. И все, что за этим стоит, то, что попытались убрать и Бога, убрать церковь и чем-то или кем-то заменить.